Здравствуйте! Сегодня 29 июня и я хочу показать, какая прекрасная орхидея у меня расцвела сегодня. Обычно все орхидеи в это время уже отцвели. Вот как все вот эти орхидеи, видите, все отцвели, те, которые цвели. И вот одна из новых орхидей, видите, дала такой прекрасный листик, видимо, той формы, которой ей был присущ. Мне ее отдали, сказали, что она не помещается, я с удовольствием ее забрал. Висела тут бирочка белая с бордовым крапом и бороздами розовыми. Вот, ну, не знал я. Вот, форма листьев у нее была вот такая, но, видимо, сейчас ей здесь понравилось. И форма листьев у нее стала, ну, видимо, более подходящая. Вот, как можете видеть, у нее также пошли, видите, корешки очень хорошие, мощные. И стоит она у меня, видите, вот так вот в воде, в двойном горшке прозрачном. И вполне себе очень неплохо себя чувствует. Вот маленькие орхидеи у меня также отцвели. Один листик новый отрос, еще один наращивается. Корни постепенно растут. Вот этот корень, что-то с ним не то случилось, но идут новые корни. Все отлично. То же самое могу сказать вот с этой орхидеей. Один листик у нее отсох. Цветонос, она цвела. Цвела очень красиво, мне она очень понравилась. Также могу сказать и про следующую орхидею. Видите, она наращивает много-много корней, много листьев. Я запустил, видите, корни воздушные туда вниз. И они прямо начали очень неплохо выглядеть там. Начали пить там воду, прирастать им там отлично. Дальше. Еще одна орхидея, которая в этом году пока не цвела, она начала наращивать листики. Корни у нее в полном порядке. Следующая орхидея полностью отцвела. Вот надо будет обрезать у нее цветонос. И также она успешно наращивает корни. Листья у нее растут прекрасно. Она у меня вот в таком вот стакане растет. Вот горшок в стакане и там, в принципе, вода. Мох. Так, следующая орхидея также наращивает листики. Это из новых орхидей, которые мне также отдали, потому что они не помещались уже. Корни они начали отращивать очень хорошо. И один корень уже начал расти оттуда вниз между внешним и внутренним горшком. Я считаю, это прекрасно. Также начал опускать корни вот этой орхидеи. Тоже прекрасная, отличная орхидея из новых орхидей. Вот, как цветет, пока не знаю. Вот, но растет очень хорошо. Еще из новых орхидеи у меня растет орхидея. Судя по всему, вот Кембридж. Корни в супер хорошем состоянии у нее. Она сразу же принялась расти очень активно. Также у меня мои бульбовые орхидеи, видите, дали вот это вот новая бульбочка. Вот новая бульбочка. И если посмотреть сверху, они прямо, ну, очень активно отращивают молодые корешки. Эта орхидея у меня с фиолетовыми цветами. Очень жду, когда она зацветет. Цветы прям свекольные. Еще одна орхидея с бульбами. Вот она, видите. Вот она. Тут даже прям с обратной стороны даже аж такие вот зеленые красивые цветы с фиолетовым небольшим кусочком. Тоже бульбовая орхидея, тоже наращивает бульбы. Бульбы тоже новые, вот видите, растут. Но сверху уже трудно увидеть, но корешочки они только начали пускать. Ну, я не знаю, можно ли их там разглядеть. В принципе, я глазами-то вижу. Ну, вот маленькие беленькие там вот зачаточки корешков ползут от этих бульбочек. С ними более-менее нормально. Так, как видите, орхидеи уже практически отсвели. Надо обрезать цветоносы. Остались лишь отдельные. Видите, они уже доцветают. Как будто отваливаются цветочки. Я их буду обрезать. Вот. Это цвела прям, я не знаю, дольше всех. Но пока тоже не обрезаю. Видите, листья пускают. Новые листья идут. Новые корни идут. Все прекрасно. Вот эта форма листьев тоже прекрасная, отличная. Вот. Это та самая орхидея, которая так прекрасно очень долго цвела. Ну, в общем, все орхидеи выглядят достаточно неплохо. Вот эта орхидея, которая потеряла большую часть листвы. Я ее не трогаю. Ее уже, в принципе, их уже с места сдвинуть очень тяжело. Отдельные листья нижние у разных орхидеи желтеют. Вот, например. Видите, вот листик пожелтел. Но пока он не дожелтеет до конца, я его убирать не буду. В принципе, наверное, это все нормально. Старение листьев, так как больше никаких негативных изменений я не вижу в орхидеи с других сторон. Так, ну вот тоже орхидеи. Видите, листик новый растет. И все с ней тоже хорошо. Мультифлор доращивает цветоносы немножечко. Отцветать уже начинает тоже. Все орхидеи сейчас спускаются в активный рост. Сейчас покажу другие орхидеи. Тоже, видите, обрываю вот эти вот цветочки и их корешочки сохнущие. А так тоже самые нижние листики продолжают сохнуть. Но корни, как можно заметить, активно растут. Достаточно толстые корни. Видите, сколько корней тут прям наружу понаросло. Со всех сторон прут. Тут прям корень, корень прям на лист лег. Видите? Так, это у меня фронтер последний цветок у нее завял. Но это не страшно. Орхидея прекрасно растет. Видите, новые листья. Выращивает вот фронтеры. Что-то с этой стороны начала цветы терять. Не знаю. Может, я проветрил, и им это не понравилось. Скорее всего, тут была открыта форточка. Я, когда форточку не открывал, цветы не терялись. А вот это орхидея, господи, вспомнить бы, как она называется. В том году, которую я уронил. И она потеряла большую часть своего супер мощного цветоноса. Так, папоротник, видите? Весь все с порами засыпал. Все листья засыпал с порами. Но ничего страшного. Это Биглип. Он у меня цвел. Цветонос я уже давно отрезал. И продолжает как мощно распускать корни. Также продолжает и выращивать листья. Нижние листья вроде в порядке. А цехать не торопятся. И это в этом году орхидея не цвела. Вот это крашенка. Что-то у нее вот с этими листиками происходит. Но могу сказать, что видите, какие жирнючие, жирнючие длинные корни. Это вот орхидея Кембридж. Вот эта орхидея у меня беленькая. Она начинает новые листья выращивать. Старые у нее немножко подведают. Но она очень себя плохо чувствовала некоторое время. И я решил ее подольше не трогать. Отдало свой результат. Как видите, вот новый листик пошел хоть какой-то. И это хороший знак. Вот. Очень хороший знак. Некоторые корешки. Тут тоже более-менее ничего. Дальше вот здесь тоже орхидея Кембридж. Она была просто в кошмарном состоянии в прошлом году, когда ее купил. Но сейчас, в принципе, она выглядит нормально. Уже два раза цвела. Вот. А также вот мои орхидеи. Не знаю, как называется. Вот такая вот. С красивыми-красивыми цветами. Видите, с фиолетовыми пятнами. Да, только у меня на видео центр орхидеи фиолетовой с розовым. На самом деле фиолетовый с фисташковым. Не знаю, что с такая цветопередача получается у телефона. А, вспомнил название орхидеи. Вот это у меня еще доцветает орхидея Равелла. Сейчас попробую убрать вот это вот освещение. Так. И показать, как она выглядит более-менее натурально. Ну. Телефон не передает эту окраску. Она достаточно яркая. А на свету, когда светло, она прям переливается. Но орхидеи, в принципе, выглядит неплохо. Достаточно. Вот эта орхидея, у нее вообще лист больше, чем был предыдущий отрощенный лист. Ну, или примерно сопоставим по размерам. Это очень хорошо. Знак очень хороший. Эта орхидея все еще отращивает свой лист. Но эти листья уже поменьше. Но, в принципе, это хорошо. Более-менее компактно. Кстати, очень интересно. Видите, как она прям по стене пускает корни. Некоторые уже ушли и по верху, видите. И прорастают уже немножко уже с этой стороны. Но там вверху пока корешок еще не пророс. Не знаю. Посмотрим, увидим. Все будет понятно. Вот это орхидея Бухарест. Видите, цветет Бухарест. Очень красиво. Тоже венозник. Ну, на этом я включаем освещение. Оно у меня автоматически включается и выключается само. Где-то часов в 12 выключается. И часов в 9-10 включается. Каждый день. Я для этого дня не меняю. Листики растут хорошо. Лампочки две, видите. Им вполне хватает. Поливаю их раз в неделю. Заливаю воды. Ну, где-то пол горшка точно заливаю. Может, больше. Раз в неделю доливаю воду. Ну, и стараюсь заправить корни, чтобы они у меня тут не свисали до пола. Я уже думаю, что скоро, может, и до пола начнут свисать. Ну, а на этом всем спасибо. Увидимся в следующих видео. Вот так у меня сейчас в рост пустились орхидеи. Наращивают листья практически все орхидеи. Доцветают, кто не доцвел. И активно пускаются в рост. Даже вот те, которые не доцвели. Вот Равелла на ночь и начала также выпускать вот эти листики. Это вот три Равеллы. Это одна основная орхидея и две детки. Убирать я их не хочу. Ну, наверное, вот на этом и все. В принципе, я про все рассказал. Все показал, что у меня растет. И, в общем, хорошего вам роста ваших любимых растений, цветов. И увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok